И снова добрый день Мы завершили проект прицепа Airstream 1971 года выпуска Я так понимаю, это Airstream один из маленьких прицепчиков К нам обратилась гоночная команда 33-й Легион Это с Владимира Ребята гоняются на квадроциклах, на баги Задача такая, что это Прицепчик ездит за Dodge Ram Или по-моему Ford Ну не важно, за большим американским пикапом На разные соревнования И соответственно изначально он был На резино-жгутовой подвеске Относительно низкий Соответственно ребята цеплялись Были проблемы с тем, что куда-то доехать Теряли колеса И так далее, и так далее То есть мы им поставили нашу пневмоподвеску независимую Правда По упрощенной схеме Без осушителя, без ресивера Просто компрессор И два крана управления подушкой На скачке, на травливании На стравливании Давайте посмотрим, что это за прицепчик Потому что я думаю, что Этот прицеп легенда будет интересен многим Вот, тем более там уже Сам владелец переоборудовал Внутреннее пространство Интерьер Вот, так что мы с его разрешения Посмотрим Прицеп Airstream Сзади у него Багажничек в бампере Подвеска Этот подрамник Абсолютно свой Не такой, как мы делали на Кипы Вот в этой части У него спрятан бак Вот под этим листом Но, чтобы нам закрепить Пришлось снимать обшивку пола И добираться до крепления Все вот коммуникации Трубки газовые Нам пришлось перекладывать Много систем У прицепчика Лючки Заправочные Вот как сделаны окошки Причем, интересно Вот дверца Она не имеет петли Просто здесь паз Он заходит и защелкивает дверцу Алюминий Вот прицеп 71-го года Алюминий в шикарном состоянии Прицеп с электротормозами Прицеп с электротормозами Мы ему сохранили Штатные ступицы Так что все Головка сцепная Электротормоза Где-то разъем Вот они Разъемы Все осталось Родное Чем хороши электротормоза Они работают И при движении Задним ходом Когда нужно Допустим На скользком спуске Сдать То есть они будут Притормаживать Ну вроде бы Все шильдики Я снял Вот еще один Ключок Петли Такие прям Мощные Двильники Вентиляция Здесь видны Солнечные панели Внутрь Значит Вот она Та часть Которая касается Невмоподвески И ее управление Вытряхнем Обувь Соответственно Вот такой простой Прицепчик Это уже вот мебель И обшивка Новые Окошки Точнее Лички Американские Еще Интересно Сделано Решение По Сдвигу И доступу Конечно Весь этот Конструктив Достаточно Тяжелый Потому что Заимствованы Покупные Все фасады И Механизмы Для Домашней Мебели Но тем не менее Сделано Очень стильно Ну вот Шкафчики Раковина Туалет Душевой Поддон Подмерзает Теперь удобнее Взяться Ну вот Шкафчик Одежда Электросистемы Вот такая вот Зверушка Получилась У нас У 아침а Душевый Душевый Уalo Душев Душев У increment Душев Улом Бгр Всех Вз Wid妳 так я попросил владельца нашего эрстрима подъехать на автомобиле чтобы мы могли снять как этот прицеп выглядят в цепке к сожалению как всегда у нас все в ночное время но тем не менее мы видим это дождь рэм 2500 и вот прицеп значит дождь рэм имеет подвеску поднятую вот и соответственно мы видим что прицеп смотрится достаточно актуально в том плане что не низко и соответствует автомобилю по высоте стоит ровненько мы прокатились с тарасом то есть он разницу конечно сразу ощутил когда мы проехались по ямкам лежащим полицейским вот такой вот красивый автопоезд дождь рэм 2500 и прицепы аэрстрим прицепы аэрстрим 71 года выпуска ну а все в путь ну а все в путь аэрстрим